Жители села близ курортного города Сарагаш, Туркестанской области, требуют элементарных благ цивилизации. Годами они ждут, что в их поселке появятся хорошие дороги. Пока такие ведут только к элитным здравницам, а сельчане вынуждены ездить по ухабам и ямам. Люди чаще говорят «еще чуть-чуть» и терпение окончательно лопнет. Катерина Попкова выслушала жителей. Улица Абая находится в 10 километрах от известных на всю страну здравниц. Но цивилизация сюда явно не спешит. Пыль всегда стоит столбом, говорят сельчане. А в дождливую погоду это полоса препятствий. Вокруг всё утопает в грязи. Как дождь и снег, везде грязь. Сейчас я на велосипеде детей вожу, а потом на руках приходится. У кого есть автомобили, те возят детей в школу. Люди говорят, надоело жить в необустроенном посёлке. За свои деньги засыпали немало гравия. Но на все переулки его не хватило. Обещания дают, но пользы нет. Ходили как ему, говорит, следующий год, следующий год. Три года прошло. Мой супруг умер уже, а нам всё обещают. Фельдшерско-амбулаторного пункта нету. Улицы грязные, болото. Обещали медпункт. Ничего. А до ближайшего два километра, поэтому даже болеть здесь боятся, решили сельчане призвать к ответу сотрудников Акимата. Но душевной беседы не получилось. Представители власти уверены, что жизнь в посёлке налаживается. Водопровод подвели на подходе природный газ. А следом и дороги появятся. Трубы идут под землёй, воду закончили, газ ещё нет. Потом сделаем дорогу 2 километра 800 метров. На асфальт мы с мету сделали. Ждём финансирования. И такие обещания слышали не раз. Ведь многие живут здесь по несколько десятков лет, но продолжают лелеять надежды. Катерина Попкова, Нурмаханбек Муратов, Туркестанская область, Хабар.